Сотрудниками ГИБДД Ленинского района был проведен традиционный рейд «Ребенок в автомобиле», направленный на безопасность юных участников дорожного движения. Ученики пятой школы с помощью карандашей и бумаги сделали листовки, призывающие автолюбителей быть и бдительны на проезжей части. И вместе с автоинспекторами раздали их водителям. Подробность в репортаже Юлии Погосян. Дети — это самые незащищенные участники дорожного движения. И насколько мы, взрослые, будем аккуратно себя вести на проезжей части, зависит безопасность детей. У нас ребята, в принципе, все знают, как нужно себя вести на проезжей части. А вот, к сожалению, взрослое население у нас начинает забывать, наверное. Мы выросли, мы забыли, что такое счастливое детство. И вот наши ребята помогают нам привлечь внимание наших водителей к безопасному, счастливому детству. Большой заслугой того, что школьники хорошо знакомы с правилами поведения на дороге, является активная работа госавтоинспекторов и учителей, которые рассказывают ребятам, насколько важно аккуратно вести себя на проезжей части и к чему может привести непослушание. В районе постоянно проводятся различные конкурсы, где дети могут продемонстрировать свои знания ПДД для пешеходов. И, безусловно, все это способствует сокращению статистики дорожно-транспортных происшествий с участием детей. На дороге бывают дети, и не надо так сильно разгоняться. А то сейчас, как мы видим, зима и гололед, поэтому плохо можно будет затормозить. В листовках, которые ученики пятой школы сделали своими руками, они обратились не только к водителям, а еще и к пешеходам, которым также необходимо быть очень внимательными, особенно в зимний период. Надо быть очень аккуратным, тем более в такое время года, опасное, как зима, может быть гололед, очень легко подскользнуться и получить травму. Еще одной задачей рейда было проинспектировать, насколько водители соблюдают правила перевозки детей в автомобилях. Ведь наличие спецкресла при ДТП спасает жизнь ребенку. К счастью, все авторюбители это хорошо понимают, и в ходе рейда таких правонарушений выявлено не было. Юлия Погосяна, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.